В понедельник 21 октября около трёх часов дня на 12-м километре автодороги Тверь-Рождествено, недалеко от Цыганского посёлка, в автомобильной аварии пострадал мужчина. Он находился за рулём легкового лифана. Эта иномарка и влетела на полном ходу под встречный многотонный грузовик. Водитель грузовика сказал, что всё произошло стремительно и что-либо предпринять он не успел. Пострадавшего мужчину из искореженного салона извлекали сотрудники МЧС. С места аварии пострадавшего доставили в больницу. По данным ГИБДД, угрозы жизни нет. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение водителем легковушки скоростного режима. Тем более, что в это время шёл дождь и дорога требовала к себе более внимательного отношения. В пятницу, 18 октября, в Заворском районном суде города Твери избрано меры пресечения 32-летнему жителю областной столицы, обвиняемому в истязании ребёнка. Следствием установлено, что в период с 7 по 12 октября текущего года мужчина, находясь в квартире наедине с 12-летним сыном своей сожительницы, под предлогом достижения целей воспитательного характера, применял в отношении ребёнка негуманные, жестокие способы воспитания, тем самым причиняя физические и психические страдания. По этическим причинам мы не можем показать фотографии уголовного дела. По нашим данным, несчастный мальчик терпел издевательства, так как сожитель матери ему внушал, «Я воспитываю в тебе качество настоящего мужчины». Мать об этом не знала, так как сама, так же, как и свой сожитель, употребляли алкоголь на протяжении всей недели, и она этого не видела. Она видела синяки только в первый день, и даже ребёнка не пустила в школу, чтобы никто больше этого не увидел. В полицию обратилась она уже на пятый день, в связи с тем, что сам сожитель замахнулся на неё с ножом. Женя, зачем вы это делали? Ну, попадки на алкоголь. То есть вы были в пьяном состоянии? А мальчику, как вы относитесь к мальчику? Я неплохо к нему отношусь. К маленькой вообще, то есть она, то есть, как к отцу ко мне. Вы давно живёте в этой семье-то? Больше потерять. И всё время вы истязали, так к мальчику относились? Нет. Вместе с потерпевшим 12-летним мальчиком в квартире жила его младшая сестра. Дети изъяты из семьи. В настоящее время рассматривается вопрос о лишении матери родительских прав. Наш потерпевший передан на воспитание отцу. Девочка в настоящее время находится в приюте. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжение следует... Продолжение следует...